Исокогорская библиотека номер 14 представляет «Мир подростков» в книгах Тамары Крюковой. Тамара Шамильевна Крюкова родилась 14 октября 1953 года в городе Владикавказе. Окончила факультет иностранных языков Северо-Осетинского университета и работала переводчиком в разных уголках мира. Серьезно заниматься писательской деятельностью начала в Египте, а началом литературной карьеры читает 1 апреля 1989 года, когда увидела свет первая книга «Тайна людей с двойными лицами», написанная сыну в письмах. Ее книги переведены на многие иностранные языки. В 2007 году Тамара Крюкова представляла Россию на международном фестивале «Библиообраз» в программе «Открывая друга», цель которой – познакомить читателей разных стран с современными авторами, пишущими для подростков. Тамара Шанилина является лауреатом многих международных и российских литературных конкурсов, а с 2009 года является членом Высшего литературного совета при Союзе писателей России. Крюкова работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Одни книги написаны для дошколят, другие – адресованы младшим школьникам, есть работы для взрослого читателя. А сегодня мы обратимся к книгам для молодежи. Творчество Крюкова всегда вызывает интерес у старших школьников. Эти экземпляры не залеживаются на полках библиотеки, потому что в них подростки могут найти ответы на многие возникающие вопросы. Книги Крюковой дают ребятам душевные силы. Писательница искренне сочувствует своим героям, и подростки доверяют ее наставлениям. Ведь, как написала учительская газета, в ее произведениях все идеально выверено с точки зрения психологии и действий героев. Сложные человеческие проблемы решаются на фоне захватывающего сюжета. «Костя плюс Ника» – это книга о человеческих чувствах, о перволюбви и дружбе, о предательстве и боли, о лицемерии и одиночестве. Девочка Ника прикована к инвалидной коляске с шести лет. Мама умерла. С отцом нет взаимопонимания. Все попытки привлечь внимание отца безрезультатны. У Ники нет друзей, потому что из-за болезни и очень сложно общаться со сверстниками. И вот в жизни Ники появляется Костя. Он показывает, что девушка вовсе не одинока. Костя становится ее первым другом, и ее первой любовью. И что такое предательство, она тоже узнает через Костю. Сюжет повести лег в основу художественного фильма «Костяника. Время лета», который завоевал многочисленные награды. Триптик в черно-белых тонах. И это роман о любви. История современного Пигмалиона. Он – мастер. Она – лишь податливая глина в его руках. День за днем из незрачной девочки он лепит совершенство. Но однажды все меняется, и она перестает быть послушной марионеткой. Отныне она сама режиссер и кукловод в театре своей и чужой жизни. Это произведение берет за душу и вызывает бурю эмоций от слез до искренней радости. Читатель проживает эту историю с героиней Клавдией. Книга очень неоднозначная, и я рекомендовала бы ее читателям старше 16 лет. «Единождь солгавшим» Это сборник рассказов, разных по настроению, романтических и трагических, шутливых и серьезных, из которых, как из путочков смальты, складывается пестрая мозаика современной жизни подростков. При всей непохожести произведений их объединяет, конечно же, общая тема – тема любви. Двери Каждая глава этой удивительной книги точно новая дверь, ведущая в захватывающий мир приключений. Вместе с героями романа читатель попадает в волшебные истории, повествующие об ошмачнике, который получил от гнома чудесный дар, о Марионетке, груди у которой бьется человеческое сердце, и о заколдованном доме трех скрипок. И если задуматься над прочитанным, то, возможно, читателю самому захочется открыть свою потаенную дверь. «Гордячка» – это остросюжетный роман, на страницах которого оживают легенды. Бросив вызов судьбе, героиня книги «Злата» познает тайны вселенной. Кто построил воздушный замок, как появилось племя кентавров, и почему звезды Вега и Альтаит так редко встречаются на небосклоне. Но на главный вопрос ей придется самой найти ответ. Как, переплыв реку забвения лету, вновь вернуться в мир живых? Как перебороть себя, чтобы стать счастливой? Целью этой презентации было познакомить старших школьников с интересными книгами современной писательницы Тамары Крюковой, у которых главные герои – подростки. Их мир привлекает внимание читателей и навсегда оставляет след в сердце. К этим произведениям можно возвращаться снова и снова, ведь книги Тамары Крюковой притягивают, как магнитик.